МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужны автозапчасти? Приглашаем в Декон за покупками. Для вас огромный ассортимент, высокое качество, низкие цены. Декон Авто. Новые места для маленьких жителей. А и детский сад в Брагине после ремонта стал больше на группу. Условия будущих воспитанников сегодня лично проверил мэр Ярославля Владимир Слепцов. А утром на еженедельной общегородской планерке Владимир Слепцов дал поручение управляющим компаниям привести в порядок все подъезды. Чисто должно быть к 1 сентября. Это одно из главных аграрных событий года. В области прошла межрегиональная выставка-форум «День Ярославского поля». К нам пожаловал даже первый замминистра сельского хозяйства России. Ради движения без остановок. Первый владелец электромобиля в Ярославле получил бесплатную персональную карту для заправки на зарядных станциях. Поздравлением сегодня присоединились и мои коллеги. Он открыт и для пациентов и для сотрудников. В Ярославском перинатальном центре осветили новый храм. Помещение расположено на пятом этаже медучреждения. Носит имя чудотворной иконы Божьей Матери. На ней теперь собирается даже молодежь из других регионов. Утренняя пятничная зарядка в Ярославле прошла в новом месте, новом формате. Участникам организаторы приготовили приятный сюрприз. Детский сад в Дзержинском районе после ремонта стал больше на группу. Таким образом, 24 маленьких ярославцы получат долгожданные места в дошкольном образовательном учреждении. Условия будущих воспитанников сегодня лично проверил мэр Владимир Слепцов. После этого он посетил двор на моторостроителе и увидел, выполнили тут ли его поручение. Инна Колтина о рабочей поездке мэра в Брагино. Самый большой это у нас музей. Пока Владимиру Слепцову дети пекут самый большой песочный кулич, мэр оценивает качество проведенного ремонта. Коллективу 114 детсада есть что показать. Благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе» на территории появились новые теневые навесы. Это особенно актуально в такую жару. Заменены окна и двери, восстановлена давно пустовавшая группа. Благодаря этому в новом учебном году сюда придет на 24 ребенка больше. Группа будет для малышей от двух до трех лет. Для микрорайона это важно. Очень большая очередь, насколько я знаю, в наших районах, потому что детских садов не хватает. Всего в этом году из городского и областного бюджетов на ремонты в образовательных учреждениях Ярославля выделено порядка 120 миллионов рублей. Работы ведутся практически везде. Меняют окна и входные группы, ремонтируют кровли, сети, спортивные залы, благоустраивают территории. 2018 год отметился тем, что из бюджета Ярославской области и с консолидированным бюджетом города Ярославля выделены беспрецедентные средства на ремонт дошкольных учреждений. Эти средства нам позволяют ремонтировать не только входные группы, малые архитектурные формы, но и поддерживать в должном состоянии сами группы, наши кухни и условия, в которых пребывают наши дети. Сейчас идут приемки, то есть работают комиссии по приемке образовательных учреждений. И на сегодняшний день мы уже приняли порядка около 50% образовательных организаций к работе в новом учебном году. После детского сада Владимир Слепцов проехал во двор на моторостроителей. Его ремонтируют по программе «Решаем вместе». В прошлый визит у мэра возник ряд претензий к работе подрядчика. Пешеходные дорожки были ниже уровня грунта. На огромный двор лишь одна небольшая песочница. Жители просили установить спортивную площадку. Сейчас все исправлено. Асфальт на дорожках в два слоя появилась большая песочница и тренажеры. Дочь не была у меня из два месяца. Приехала на машине, она живет в Москве. Она приехала, она была в восторге, она не могла узнать двор. Мама, что это у вас тут такое? Светло, красиво стало это самое. Просто я не могу узнать, как в другой мир попало. Все же не обошлось без замечаний. И на этот раз спуски от подъездов сделают более плавными, а также завезут грунт. Жители уже думают о том, где посадят деревья и кустарники, а где разобьют кумбы. Нина Колцина, Максим Сушанов, Новости города. Ну а утром на еженедельном общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов дал поручение управляющим компаниям привести в порядок все подъезды. Чисто должно быть к первому сентября. На проблему обратили внимание после обращения жителей 137-го дома по Московскому проспекту в открытый микрофон. Это совместный проект мэрии и городского телеканала. Ярославцы пожаловались на то, что их подъезд долго не убирают после пожара, да и в целом управдом чистоте уделяет немного времени. Кроме того, захламлены эвакуационные выходы. Владимир Слепцов поручил управляющей компании устранить проблему уже сегодня, а остальным навести порядок в домах к началу учебного года. Убрали мусор, заменили запорные устройства на чердаках в подвалах, поменяли почтовые ящики, которые разрушены или сгоревшие, которыми невозможно пользоваться. И самое главное, лампочки. Заменили те лампочки, которые не горят. Также создадут комиссию сотрудников контрольно-ревизионного управления мэрии из департамента городского хозяйства. Проверки выполнения поручения начнутся с 25 августа. Между тем, вы тоже можете обратить внимание мэра на свою проблему с помощью открытого микрофона. Снимите ее на видео, расскажите о ситуации, не забыв указать адрес и контактные данные. Качество съемки неважно. Ролики присылайте на электронную почту info.sobaka.gtk.tv. Баннер проекта также расположен на сайте городского телеканала. Ярославцы, живущие у театра юного зрителя, могут спать спокойно. На улице Республиканской в районе Тюза вводятся ограничения остановки и стоянки транспорта. Об этом сегодня сообщил официальный портал Ярославля. Подобное решение мэрия приняла для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и соблюдение уровня шума в вечернее и ночное время. Ограничения вводятся с 22 августа с 22 часов до 6 утра. Ярославцам объясняют, как попасть в губернаторский проект решаем вместе. Речь о заявках на участие в программе в следующем году. В Дзержинском районе горожане собрались в комплексном дворе на Ленинградском проспекте, где расположены дома 72 и 74, а также их корпуса. Территория проходная и давно требует благоустройства. О том, как попасть в программу, жителям многоэтажек рассказал депутат Ярославской областной думы Александр Гончаров. Эти проекты реально реализуются. В этом главная особенность этого проекта, что он не на бумаге, а на дереве. Люди это видят, люди хотят участвовать. Они спрашивают, как попасть в программу, в этот проект решаем вместе. И сегодняшнее мероприятие как раз является частью той большой разъяснительной работы, которую проводит в том числе и депутатский корпус, для того, чтобы люди понимали, что у них есть механизм вхождения в эту программу. На таких встречах идет сбор предложений и наказов жителей. Обсуждается формат подготовки документов для вступления в программу. Ярославцы на общем голосовании смогут решить, на какие виды благоустройства будут потрачены бюджетные средства. Напомню, губернаторский проект решаем вместе стартовал в Ярославской области в начале 17-го. За короткий промежуток времени во всех муниципальных районах прошло 550 собраний. Обязательно нужно, однозначно. Нам желательно освободить зеленую зону от машин, однозначно. Помочь нам сделать парковки. Но зеленую зону обязательно оставить. Детскую площадку обязательно. Огородить желательно. В текущем году финансирование губернаторского проекта решаем вместе составило 680 миллионов рублей. Первоочередное внимание уделяется благоустройству мест массового отдыха. Интерес к проекту среди населения повышается с каждым месяцем. Если год назад в общественных обсуждениях, предлагаемых к реализации объектов, приняли участие около 50 тысяч человек, то в этом году уже в течение месяца свое мнение высказали порядка 180 тысяч жителей Ярославской области. И, как уже заявил губернатор Дмитрий Миронов, программа решаем вместе и инициированная им будет продолжена и в следующем году. Крыша, стоявшая без ремонта более 40 лет, наконец-то будет переделана. Участники федерального проекта «Народный контроль» сегодня проверили ход работ на одном из многоквартирных домов по проезду Ушакова. Жители неоднократно жаловались на протечки во всех квартирах верхних этажей. Сергей Курицын присоединился к проверяющим. Если внимательно рассматривать старую кровлю двухподъездного дома по проезду Ушакова, можно увидеть слоеный пирог. Когда здесь был последний капитальный ремонт, точно не может сказать никто. Теперь рабочим приходится отдирать старые куски друг за другом. Крыша очищена уже на 70%, а ее общая площадь вместе с перемычкой на соседний дом около 900 квадратных метров. Изношено покрытие старое кровельное. Собственно, сейчас занимаемся демонтажом этого старого кровельного покрытия, монтажом нового покрытия пароизоляции. Потом будет произведена стяжка новая и новое уже гидроизоляционное покрытие. И надеемся, что эта кровля послужит еще долгие-долгие годы. В солнечную погоду рабочим на крыше, а трудится здесь бригада из пяти человек, мешают только многочисленные провода. При достаточном количестве погожих дней в августе подрядчик надеется сдать ее раньше срока, до конца последнего месяца лета. Процесс сегодня контролировали участники федерального проекта «Народный контроль» и фонды капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области. Нареканий пока нет. При надлежащем профессиональном отношении, при нормальном финансировании, при контроле идут работы по стандартам, идут работы качественные. Я думаю, что эта крыша простоит много лет, как и должно быть, и жителям эта проблема не доставит больше каких-то вопросов. Региональный фонд капитального ремонта отслеживает ход ремонтных работ на каждом своем объекте в еженедельном режиме. Всего на территории области в 2018 году будет отремонтировано 130 крыш. Из них почти половина – такие же плоские, как на проезде Ушакова, дом 4. Сергей Курицын, Василий Мосин, Новости города. В области прошла межрегиональная выставка «Форум. День Ярославского поля». Это одно из главных аграрных событий года. Образцы сельхозтехники и выпускаемой продукции, разработки науки – это лишь малая часть из представленного сегодня. Из Ярославского района репортаж Яны Хромовой. Здесь пахнет сеном и соляркой. Гостей Дня поля встречают соломенные коровы. Живых на выставку не повезли, зато есть лошади и другие животные. Рядом соревнуются механизаторы. Искусно водить трактор – основное умение в их профессии. На самой большой площадке – выставка сельхозтехники. Более сотни современных образцов, которые могут эффективно использоваться в сельском хозяйстве. Например, эта машина под названием «Посевной комплекс» – три в одном. Пашет, сеет и вносит удобрения одновременно. «Эгрономические сроки в нашей полосе очень короткие. Для того, чтобы им успеть все, им нужна машина, которая будет делать все за один проход. То есть, эта машина может это делать. Посев происходит достаточно в короткие сроки. Это скорость, это экономичность». У машины много колес, что обеспечивает оптимальную проходимость. А можно обойтись двумя колесами, но не обычными, а треугольными. На таких любая погода нипочем. Техника не проваливается и не вязнет. Позволяет убрать весь урожай. Очень актуально, если вспомнить прошлый мокрый год. «Называется это гусеничный ход. Гусеничный ход устанавливается на практически все виды зерноуборочных комбайнов, курумоборочных комбайнов, тракторов. То есть, данная технология позволяет нам заехать в поле тогда, когда обычный трактор на колесах заехать туда не может». Не на тракторе, а на вертолете. На день Ярославского поля сегодня прилетел первый замминистра сельского хозяйства. Он отметил успехи местных производителей. «Современное состояние агропромышленного комплекса региона позволяет говорить о высоком потенциале, особенно успешном. Развиваются производства зерна, овощеводства, птицеводства. Есть перспективы стратегического развития молочной отрасли». Обеспечение продовольственной безопасности страны и региона – одна из главных задач развития агропромышленного комплекса. Ей уделяется особое внимание. «Это приоритет развития Ярославской области. Не случайно агропромышленный комплекс вошел в программу «10 точек роста». Сегодня она имеет статус губернаторский. Ярославская областная дума и правительство в течение последних пяти лет, несмотря на то, что были кризисные годы, не уменьшают уровень поддержки сухоставаропроизводителей». «В агропромышленном комплексе на сегодняшний день реализуется и находится в начальной стадии 51 инвестиционный проект, в том числе включающий стартапы. Общий объем инвестиций составляет порядка 40 миллиардов рублей». В составе официальной делегации представители Чехии ищут точки соприкосновения в области АПК. «Чехская республика очень успешно экспортирует технологии для силского хозяйства, для пищевой промышленности. И вот в этом видим потенциал для развития сотрудничества с Ярославской областью. И, наверное, ярославские продукты, которые качественные, могут войти на чехский или европейский рынок». Продегустировать ярославские качественные продукты сегодня смогли все желающие. Яна Хромова, Игорь Мосин, Новости города. Первый владелец электромобиля в Ярославле получил бесплатную персональную карту для заправки на зарядных станциях. Им стал Иван Миньо. К поздравлениям присоединилась и моя коллега Елена Златоустовская. «Поздравляю, вы стали первым обладателем персональной и первой ID-карты. Я ее получаю». Заявку на получение карты Иван Миньо оставил день назад, а теперь в его руках реальная возможность заряжать свой автомобиль не от домашней розетки, а на специальных станциях. Правда, электрозаправок в Ярославле пока только три. Две установлены у крупных торговых центров, еще одна у известной гостиницы. В этом году планируется оборудовать электрозаправку и в Переславле-Залесском. Все они эксплуатируются в тестовом режиме, а поэтому работают пока бесплатно. «Электротранспорт развивается. Мы готовы, в свою очередь, развивать сети электрозаправочных станций по мере накопления статистики использования этого транспорта. Его можно использовать как в городских целях, это перевозка пассажиров, так и в туристических, для того, чтобы повысить туристическую привлекательность региона, особенно, что характерно, для загруженного центра города Ярославля и существенно улучшить экологическую обстановку». Чтобы воспользоваться услугами зарядной станции, нужна такая карта. Она открывает доступ к собственно зарядному устройству. Также карта позволяет оперативно получать консультации по использованию станции и отслеживать развитие сети электрозаправок на территории Ярославской области. «В целом, я считаю, что за этим будущее в плане городского транспорта. Я думаю, что электромобили займут большую часть со временем». Помимо бесшумности, экологичности, легкости в эксплуатации и обслуживании, «Ивана» радует и реальная экономия. «Учитывая, что от центра у нас, до края города, где-то километров 15, в принципе, того запаса, который есть в машине, его хватает, в принципе, на весь день, но и при необходимости, то есть в супермаркете или где-то еще его можно зарядить». Думается, что эта информация заинтересует многих, а МРСК «Центр Ярэнерго» готов предоставить всем владельцам электротранспорта RFID-карты. Для этого придется просто обратиться в Центр обслуживания. Елена Златоустовская, Михаил Орлов, Новости города. В Ярославском перинатальном центре сегодня открыли храм. Помещение расположено на пятом этаже и носит имя чудотворной иконы Божьей Матери. Точную копию образа, который около восьми веков находится на Святой горе Афон, выполнили ярославские иконописцы. Новый храм осветил митрополит Пантелеймон. Он отметил, что событие очень важно как для сотрудников перинатального центра, так и для их пациентов, которые будут приходить сюда. Это очень удобное место, где вот эти вот молитвы будут быстрее восходить к небу и быстрее будут получать те родители ответ в деянии здесь на земле в отношении воспитания своего ребенка. Открытие храма ждали и пациенты, и сотрудники центра. Раньше здесь была лишь небольшая молильная комната, которая могла вместить не более двух человек. Бывает, что вот совершенно нет возможности вот по графику работы попасть в храм, а сюда приходишь и оживаешь. Храм был востребован, я думаю, с самого начала. Он уже переехал с первого этажа, то есть и врачи, и роженицы, то есть они как бы сюда будут ходить. В любом, мне кажется, медицинском учреждении храм необходим. Храм открыт ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Несколько раз в неделю по утрам будет совершаться литургия. Бутусовский сквер сегодня превратился в большую игровую зону под открытым небом. Десяток станций и развлечений расположился там для участников яротряда. Молодежное движение преодолело экватор летних смен. О его работе и отдыхе материал моих коллег. Вторая смена яротряда подходит к концу. Время подводить итоги работ. Ребята довольны проделанным трудом. Рассказывают, что гордятся, гуляя по чистому городу. Мы убираемся от центра города. То, что траву скашивают, мы потом ее убираем. Выщипываем траву там, где она растет, из бордюра. Также облагораживаем все клумбы. Сгребаем траву скошенную, собираем листья, мусор собираем, мусорки чистим. Пропалываем клумбы. Пятница – традиционный день развлечений в яротряде. Сегодняшнее не исключение. В Бутусовском – настольные игры. Меня едят. Я вкусный? Нет. Я противный. Я сладкий? Я соленый. Время следующее? Я перец. На игровых площадках не только участники лагеря встречаются и другие персонажи. Это наш друг, его зовут Валера. Он помогает нам играть в игру. Мы с ним показываем все возможные интересные действия с помощью него. Он нас очень сильно выручает. Спасибо им большое. В рабочее время яротрядовцев на улицах города можно узнать по оранжевой униформе, кепке и жилетке. Молодежь помогает горзеленхозстрою, убирается и высаживает растения во всех районах. Яротряд потрудится еще неделю до 10 августа. Помимо того, что дети работают, мы стараемся, чтобы они еще объединялись, чтобы это было некое такое единое движение, узнаваемое в нашем городе. Поэтому с детьми мы проводим всякие разные активности. Мы вывозили их на различные профориентационные экскурсии. Мы катали их на колесе обозрений, собираем их, проводим различные тренинги на сплочение, на команды образования. Пересменок состоится в субботу. Третья и завершающая группа Яротряда станет самой многочисленной. 170 человек, почти вдвое больше предыдущих. Нина Колтина, Алена Стецук и Константин Дмитриев. Новости города. О спорте далее. Ярзарядка сегодня состоялась в обновленном формате. Изменилось место проведения, стиль тренировки и ее финал. В конце участников ждал приятный сюрприз. Наш корреспондент Алена Стецук, правда, знала о нем заранее. Утренняя общегородская тренировка сегодня бодрила участников возле нового колеса обозрения. Стилем Ярзарядки стал рок-н-ролл. Упражнения Ярзарядки тренер подобрала подходящие для всех возрастов. На разминке много юных участников, но и взрослые стараются не уступать. Ну, так как любимый мой вид спорта – акробатический рок-н-ролл, естественно, я сегодня включила танцевальные элементы рок-н-ролла. Это были классические движения, танцевальные движения рок-н-ролла, не спортивные. Спортивная школа позвала, у меня старшая дочь занимается волейболом. Вот пригласили, мы приехали и с маленьким тоже. Финалом Ярзарядки как для малышей, так и взрослых стал подарок – бесплатная поездка на колесе обозрения. Все-таки место поменяли не случайно. Очень здорово, что совместили и зарядку, и такое мероприятие, как катание на колесе. Детки рады, с удовольствием покатались, позанимались зарядкой. Тем более, сегодня инструктор креативная была, с рок-н-роллом. Ярзарядка сегодня вышла за рамки городской и приобрела статус межобластной. К спортивному событию присоединились гости из соседнего региона. Я сам из Костромы, вот сегодня приехали погулять с друзьями. Первым делом пошли на колесо, покатиться, понаблюдать за видом, надеясь, что находится. Какие-то ярзарядки. Да. Такие перемены могут стать традицией ярзарядки. Алена Стецук, Константин Дмитриев, Новости города. И к этой минуте все. Хороших выходных и до встречи в эфире.